Ну что, народ, вы хотели, чтобы я съездил в Донбасс, и вот я здесь. Как видите, это я, Мигель Фрэнсис. Со мной двое отличных ребят. Слава и Александр. Никогда ничего подобного не носил. Это бронежилет пятого класса. Моя главная цель — найти русскую армию, которая вроде бы где-то здесь. Добрый день. Здравствуйте. Девушка. А откуда вы вообще, ну откуда вы, ничего? Здравствуйте. Мы в «Раша Тиле» снимаем фильм. Это дело в том, что вот это вот железяки, которые вы снимаете, это наш побой, откуда мы выходили. А как вас зовут? Вася. Позовной Вася. Вам на самом деле повезло, что вы сейчас находитесь вне зоны обстрела. Это стопроцентно, потому что это уже подконтрольная наша зона. Ребят, вы русские или украинцы? Вы на Украине? Краматорск. Краматорск? Это на Украине? Краматорск, Мариуполь, здесь все. Горловка. Зовут меня Веселина. Ну, потом пацаны уже начали сами ребята называть Вася Вася. Являюсь командиром спецподразделения, точнее диверсионно-разведывательной группы «Вымпел». Я закрыла свой бизнес, я полностью оставила квартиру и приехала сюда уже. А вы вот не пошутили сейчас, что вы чуть-чуть сказали, что вы нас не пристрелили? Вам повезло, что у вас хотя бы пресса написана просто на бродиках. А вот как вам служится, я под Вася, вот она у вас девушка старшая, вы ее слушаетесь. Она красавчик. Неважно она девушка или кто, у нее боевой опыт очень хороший. Это место, там, где мы вели бои 23 августа, где погибло очень много моих друзей. Ребята погибли не так далеко и сделали одну как братскую могилу. Ну, не в том плане, что они здесь похоронены, а как знак памяти и так далее. То есть вот крест, каска. То есть все для них. Под ногами тоже смотрите. Да, здесь, кстати, везде растяжки стоят. Да, аккуратненько койди, потому что он уже... Было 23 августа. Вот, как оказалось, это была засада, которая на нас две недели готовилась. Здесь был укрепрайон 1300 человек. Нас было 86 человек. Подразделение беса. Борцы за свободу заметили подозрительную активность в кустах. Сейчас они разберутся, что это. Что-то в районе кустов. Как видите, снайпер Вася заняла оппозицию. Не знаю, что там происходит. Вот это да. Вот черт. Это тихая часть города. Более или менее в центре. Но, как мы только что выяснили, есть три или четыре района. Донецка, которые по-прежнему бомбят. Не могли бы сказать, а куда он прилетел, этот снаряд? Прилетел эти дома, эти, еще ДПП. Первый, второй корпус. 20 раненых и 9 убитых. Сразу на асфальте лежали все в крае. Невероятно. Здесь еще видны следы шарапнели. Надо поспрашивать у людей. Давайте попробуем. Где русская армия, по которой все говорят? Я не знаю. Я человек не военный. Я не могу вам ничего сказать. Но вы не видели, что она здесь? Или вы видели ее? Мы находимся в центре города. Мы выезжаем в Запорожье. Мы выезжаем в Мариуполь постоянно. Здесь я ничего не могу сказать. Только смеемся. Я из Америки. Я решил приехать сюда, посмотреть своими глазами на вот то, что здесь происходит. И я пока что не могу найти русскую армию. И я не могу. Русской армии здесь нет. Здесь все местные. Но сейчас возвращаться надо. И все возвращаются. Получается, Донецк оживает, а война продолжается. Я думаю, вы слышали утром, как было слышно взрывы. Мы подходим к Донецкому театру оперы. Идем через запасной вход. Через бомбоубежище. Это Андрей. Приятно познакомиться. Вы говорите по-английски? С сильным акцентом. Это здорово. С украинским акцентом. Да, это Донецкий национальный академический театр оперы и балета. Но сейчас у нас в том году было ребрендинг. Мы как бы Донбасс-опера. Уже перешли на такое. Сегодня мы Донецкие, завтра мы какие-то непонятные. А Донбасс-опера это международное такое. А это мы где? Это вот мы сейчас. То бомбоубежище, которое на случай, если что-то случится. То есть здесь были когда-то случаи, когда люди сюда приходили и сидели? Здесь даже были случаи, когда люди приезжали и ночевали здесь. Ну, именно в театре. Потому что есть районы в городе, где находиться там. Ух ты, какое огромное помещение. Спейс из Беги. А это декорации, да? Что-то готовится. А это на реставрацию со Спартака. Такая Максима. Это уже все. А декорации у нас все сгорели. Ну, вот попал туда снаряд, и склад полностью сгорел. И мы остались фактически без декораций. А как вас зовут? Яна. А вы Дончанка? Да. И живете вы в каком районе? В Ленинском. В Ленинском. Я слышал, что туда тоже долетают снаряды с юга. Долетают. Все у вас в порядке? Ну, пока мы в порядке. Здорово. Здравствуйте. Вопрос, ребята, мы зададут вам. Вы вот в такое нелегкое время, вы здесь. Вы не боитесь? Вы не... Как не бояться? Всем своего рода страшно. К такому, знаете, они привыкают. Все равно стреляют, слышно каждый день. Но это же наша работа, и наш дом здесь, и жизнь. Нам, в принципе, у нас нет другого выхода. Нам все равно нужно жить и работать дальше. Мы открыли два спектакля, полный зал обитков. Это настолько приятно было. И люди со слезами реально уходили со спектакля, со слезами радости. Говорят, что настолько немножко они из этих подвалов, из всего этой суеты, то есть отключились на каких-то там 2-3 часа. То есть почувствовали, что опять жизнь продолжается, жизнь прекрасна. Вы хотели, чтобы я съездил в Донбасс. И вот я здесь. Мы собираемся встретиться с Гиви, командиром батальона «Сомали». Он готов показать нам здешние места. Опять-таки, наша главная цель — выяснить, есть ли здесь русское военное присутствие. Почему все это происходит? Почему две враждующие стороны не ведут мирных переговоров? Надо очень быстро, потому что там долго нельзя находиться. Итак, ребята, мы на мосту. Дальше начинается зона активных боевых действий здесь, в Донецке. Немногие таксисты сюда возят. Вот блокпост. Гиви должен нас встречать здесь. Это аэропорт. Вот указатель. Вдалеке слышны выстрелы. Вот еще один. Еще. А это уже близко. Уже близко. Надену-ка я шлем. Можно мне шлем? Так, теперь я в шлеме. Надел его, как только услышал выстрелы в зоне боевых действий. А наши таксисты уезжают. Так что, ваша бабушка в ловушке? Лиана не хочет уходить. Невероятно. Все в порядке. Все в порядке. Не волнуйтесь. Одно я заметил. Про плаченцев это очень душевные люди. Я думаю, что если они могут помочь, то они помогут. Они всегда помогают. Большое спасибо, Вася. Эта женщина помогла нам доехать сюда. И я надеюсь, она обеспечит нашу безопасность. Это звук мины. А мы туда пойдем? Да, наверное. Будет интересно. Я чувствую взрывную волну. Встаю и чувствую взрывную волну. А как далеко мы от аэропорта? Как далеко мы от боевой зоны сейчас? Примерно километр меньше. И, судя по всему, многие люди, помимо ее бабушки, оказались в ловушке. Мы уже готовы. Еще много людей оказались запертыми на территории аэропорта. В середину. Туда, туда, туда. Отойдите к себе. В ядро, в ядро, заходите. Машина. С нами Катя. Девушка, которая разыскивает свою бабушку. Ее бабушка оказалась в ловушке, а она не хочет оставлять свой дом, потому что это единственное, кто у нее есть. Стой, стой, не подходи. Это безумно страшно. Итак, мы подходим к заброшенной бензозаправке. Главное не попасть под осколки. Это худшее, что может с нами случиться. Смотрите, осколки долетают после разрыва. Перебеска. Давайте уйдем отсюда. Ниже, 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 ниже. Да, не повезло псу. Так, возвращаюсь к осколкам. Вот еще один. Такой осколок. А, очень острый, как бритва. Представьте, эта штука может попасть в бабушку, которая сидит в одном из этих домов. Просто так вот, взять и попасть. Конечно, ваша безопасность лежит на мне. Люди на Западе называют этого человека террористом, а он сейчас всего лишь охраняет мою жизнь. Жизнь американского гражданина здесь, в Донбассе. Вот дом Катиной бабушки. Порцы за свободу нашли этот дом. Господи, только посмотрите. Вот тут была печь. Так же мы рады вас видеть. Да, мы тебя искали под бомбежками. Пойдемте отсюда. Нам некуда идти. Нам некуда идти. Куда идти? Я в аэропорту проработала 25 лет. И в окна разбитое, все разбитое. Это разбитое. Куда идти? На улицу? На улицу. Больше некуда. Так стреляли, что горело все. Горело. Я стояла на корыне, умоляла, просила, чтобы пролетела мимо хотя бы. Горит, летит и горит. Горит, стоишь на этом. Это было вообще. На той стороне соседка. Это ее вещи. Это мой сарай. Это вот этого соседа. Это еще одной соседки сарай. Все, вот у нас в сарай попало. Бабушка, ну я прям тебя реально обыскалась. Ну так, телефон. Все. Итак, мы уходим. Тетя Нелли отсыла, так же, как и ее внучка. И спасибо еще раз отряду Васе, который во всем разобрался. А вот видите, в соседе что-то. Ой, как же. Ну ее бледенка. За телефон отключился и... РПГ лежит. РПГ лежит. РПГ в этом лежит. У меня просто, ну по жизни, как бы, всегда активная гражданская позиция. И я в стороне никогда не стоял. Я все время стараюсь помогать людям. Здесь мои друзья, здесь моя семья. Это... Я не смогу без этих людей, как бы... Каждого люблю отдельно. Я не знаю. Очень страшно. Война идет, ребята. Танки, выехали, танки. Четыре танки. Украинские танки. Три наши позиции. Есть потери, есть ранены, есть убитые. Люди, шахтеры, рабочие, столяры. Ну кто угодно тут есть. Защищаем свои интересы. Свою землю от фашистов. Самый большой вопрос, который на Западе сейчас циркулируется в информационных каналах, это то, что здесь есть русская армия, проплаченная Путиным. Вы откуда? Макеевка. Донецкая область. Это Донецкая область. Я шахты вылез и пошел воевать. Ради своей семьи, ради своей земли, потому что это угнетение славянского народа. Полнейшее. Это геноцид русской расы. А это Гиви. Рад пожать вам руку. Рад вас видеть. Это командир отряда Сомали. Гиви, а вы считаете, что есть какой-то, может быть, все же peaceful resolution? Какое-то мирное решение этой проблемы. Оно возможно? Какое возможное решение? Вы что, смеетесь? Хотите увидеть аэропорт? Я вам покажу реальные картины. Спасибо, Гиви, этому смелому человеку, который везет нас на точку. Гиви, а где примерно? Вот сейчас, если показать рукой, где украинская концентрация? Нигде. По аэропорту ведется артобстрел. Была попытка атаки, нахуй. Мы ее отбили, нахуй. У нас были эти вообще не потеряны. Но мы сдержали аэропорт, он наш. Вот во что превратился аэропорт, обошедшийся в 750 миллионов долларов. Посмотрите, что от него осталось. А ведь когда-то это был один из лучших аэропортов Украины. Уходим? Да. Давай. Давай, давай. Давай, давай. Это реальная линия фронта в аэропорту. Зона боевых действий. Посмотрите назад. За разрушениями разбитые машины, грузовики. От этого места мало что осталось. Практически все в руинах. Я вижу группу людей, а они перед вами. Не буду утверждать, откуда они, но по их специфическому говору можно предположить, что это украинцы. Украинцы своеобразно произносят русский звук «г». Они говорят «Луганск» вместо «Луганск». А у этих людей как раз звук «г». Здесь пахнет железом, разорвавшимися снарядами. Вот, мать, сегодняшняя атака. Вот там у ребят, типа они там кушают, да. Картошка фрик. Тебе сделали себе ребятки. Это он хеб***чет. Не-не-не, на прямой наводке. То есть атака идет с той стороны. Вот видите, немножко. Да. Нету стоит кроготик. Сейчас ее обработают мои мальчики, его ватопички не добудут. Чемпион, сейчас? Да, вот смотри, наблюдай. Я на вторых. Что, что, что? Давайте посмотрим. Я только что слышал… Это настоящее оружие войны. В пыли и в огне. А вот почему так долго не получается взять аэропорт? Потому что сильно большие, большие коммуникации. То есть подземные хода, подземные хода. И как бы они засели здесь. И их очень сильно было даже выгнали отсюда, с аэропорта. И почему все мировые СМИ так уверены, что здесь находится армия Путина? Ну что ж, я первый американец, который побывал на линии фронта. Это Светлана. Она прекрасно поет в опере. С ней ее сын и муж. Здравствуйте. Доброе утро. И вот так вот каждый день вы… Практически, да, здравствуйте. Выходите на улицу. Здесь мы живем. Здесь мы гуляем. Давай пять. Дашь пять? Здравствуйте. Мигель. Андрей. Очень приятно. Много детей здесь сейчас не увидишь. Мне кажется, многие люди стараются как-то сейчас ввести своих детей от напряженной ситуации в городе. А куда поедете? Нас звали кумовья из Москвы. Как бы звали к себе. Говорили приезжайте, никаких проблем. Будете жить. Будут деньги, будет работа. Все. Звали друзья из Киева. И вы не поехали? Нет. Но мы не поехали, потому что все родители наши здесь. Это наши, да? Пойдемте. Окей. Все. Пока. Мы еще увидимся. Пойдемте. Ага. Эта женщина, и она водит троллейбус, ей не страшно. Обалдеть. Ну, я слышал, что вот такие вещи взрывались, и в них попадали снаряды. И вот это такое вот. То есть была агитация публичного транспорта какого-то. В принципе все мы под одним блоком. Вот люди, да? Люди убирают, люди убирают улицы. Всегда чисто, порядок, идеальный город. И вот ребята ремонтируют. То есть идут даже какие-то ремонтные работы, несмотря на ситуацию. Всегда стараемся работать, потому что зритель очень требуемый. И зритель... А сейчас тем более для зрителя хочется выложиться на 200%. Потому что кроме бомбежек они, кроме вот сейчас вот этого, что происходит здесь, они ничего хорошего пока, ничего хорошего нет. У-у-у-у! Музыка Вова, возьми мою сумку, пожалуйста Мы так и ходим Заходим, заходим Это настоящая гуманитарная катастрофа Сколько погибло людей А сколько у нас погибло Мирных жителей здесь Мы из подвала из-за этого Посмотрите, какой подвал у нас Мы не вылазим Петр Порошин Миллионы людей тебя прокляли Не ядер Здесь есть русская армия где-то Вы живете около фронта Вы считаете, что плащенцы действительно Будут стрелять в свои районы? Нет, нет, нет У меня много друзей Я бы сам бы пошел Но у меня не берут У меня зрение плюс 5 Несут торт Тут день рождения Здравствуйте А как вас зовут? Наташа Окей Сколько билетов? 26 Этому парню 26 и свой день рождения он встречает в бомбоубежище Из-за того, что происходит сейчас на Восточной Украине Ну, давайте, а Друзья-то, кухня какая-то есть Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Vladimir Happy birthday to you У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Сейчас мы проходим к Васе в комнату, чтобы узнать, с чего начинается ее утром. Творческий бардак наверняка, да? Сто процентов, потому что у меня и комната, и оружейка. Это капец вообще. То есть тут же гранаты розовые. Меня все знают, как я очень люблю взрывные такие вещи. То есть ты открываешь, знаете, в верхней части? Да, она открывается и нажимается, то есть выстреливает. Тут полостит, собственно, уже заряженный, то есть его не мять ничего нельзя. Он может бабахнуть, а если бабахнет, здесь от здания ничего не останется. Вася, у тебя есть мечта? Ну, генерал-лейтенант. Сейчас основная мечта – это все-таки, чтобы уже закончилась война и действительно все остались живы. И даже я приложу все усилия. Я не знаю, что… Блин. Избелись. Короче, чтобы все были живы, чтобы все мои друзья остались живы. И, ну, уже много материал людей. Хочу, чтобы больше никого не терять. Сейчас. Вот это основная мечта. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok